Раз, два, три, четыре, пять. Всем здрасте, с вами Сварак. И сегодня мы с вами посмотрим, как играется пик саппорта. Потому что многие по увиденной мной в игре не понимают, как играть саппами и творят максимальную дичь. Я играю за ДД, статуя, фанатик, палач, химик, бомбер. Это саппорт классический, максимально классический, что просто классичнее не придумаешь. Трикстер, призыватель, шаман, мим, орликин, демонолог. Саппорт начинает выставлять стол. Всех демонов он потихонечку подспускает, чтобы у меня была мана для выставления стола у ДД. И, как видите, потихонечку стол ставится. Да, конечно же, бытует мнение, что лучше всего выпускать демонов на 20 плюс волне. Но бывает так, что у ДД могут не идти карты, и он не успевает выставить стол, потому что там толпа статуи стоит. Не знаю, орда бомберов и пару фанатиков, и без маны там что-то изменить очень сложно. Как видите, десятая волна, одиннадцатый начинается, и я потихонечку еще доставляю свой стол. У саппа стол уже готов, он выставился, он ждет. У него все в шаманах. Он просто ПКД прожимает трикстера, чтобы нагустить себе еще ману за убийство крипов. И ждет, потому что некоторые игроки, играющие за сап-колоду, особенно в рандоме, наблюдал несколько раз, несколько десятков, сотен раз. Как-то так. Они просто ПКД видят шамана, надо простакать, и в итоге, как бы, ну и все, и хватит. И игра потом начинает кончаться, потому что стол у человека, отыгрывающего ДД, не выставлен, и что делать с этим, в принципе, дальше, непонятно. Вот я свой стол уже поставил. У меня пять фанатиков под статуей, шестой запасной. И задублены все повторки саппортов. Два бомбера, два химика и два палача. Но, в принципе, колода фанатиков, если у вас там не двадцатая гайка и фулл прокачка пешек, то это 80 волн в среднем. Некоторые берут вместо палача Деда, и получается тогда, что у вас будет выставлен стол более-менее ровный. Это будут стоять две статуи, семь фанатиков под статуей, палач отсутствует. Стоит Дед, хорошо, если один химик и бомбер. В принципе, дека тоже рабочая, больше фанатиков, больше урона, но минус палач, который добивает жирных крипов, особенно после 75-й волны, примерно. Этих вот, всяких знаменосцев, которые режут крит на 70%, то я все-таки выбираю играть так. Саппорт потихонечку спавнит, у него уже 11 тысяч маны. Он не торопится, он демонов выпускает под обилку Трикстера, то есть прожимает Трикстера, выпускает демонов, за что получает докману за убийство демонов мною. Они так приносят неплохо, а тут еще лишняя соточка, как бы почему нет. И также он дождался от меня сигнала и начинает уже апать мой стол, уже спокойно. То есть ничего не ожидая, я просто сижу, прожимаю гайку, чтобы все пластинки выпали. И просто у меня отсутствие какого-то разнообразия игры до 70-й волны, там 80-й, пока я уже не буду вызывать наковальни от гайки. Саппорт же потихонечку стакает пешечки, у него максимально увлеченный геймплей. И так это все продолжается, в принципе, все время. Самая главная задача саппорта не вызывать демонов на высоких волнах после 60-й. Под босса, потому что фанатики бьют в первую цель, выходит босс, бомбер его станет, выходит демон, получают урон от фанатиков. И если стан с босса уйдет, это чаще всего беда происходит на бедламах, это 30-я, 66-я, 78-я, 90-е волны, то если стан с бедлама уходит, то он сразу же переворачивает стол. Он там не делает лишних 5-6-7 шагов уже по линии, он сразу сходу переворачивает стол. Поэтому никогда в саппорты не вызывайте демонов под ноги босса, не давайте огня для вашего дд, потому что он яро лютует из-за этого. В принципе у нас какая сейчас, 40 уже первая волна, у меня 77 тысяч маны, у саппа 20 с небольшим копейками плюса. И как бы вот так оно продолжается все время, мана будет бесконечная, она не кончается. Я не понимаю, как люди играя на саппах доводят до того, что у них стоит 2-3 пешки высокоранговых на столе, и у них нет ни маны, ничего, хотя колоды в принципе такие же. Да, как бы некоторые играют на тренерах, но суть остается той же. Трикстер по факту приносит 10% от текущего, грубо говоря, 15 за счет своей способности. Поэтому если взять те же самые 30 тысяч маны, которые скоро будут уже, допустим, даже 25 тысяч маны, которые у моего саппа, то если бы мы играли с тренером, то это было бы 20 плюс-минус тысяч. Поэтому я, пожалуйста, учитесь, как это надо играть, как играется сапп. Да, у нас скоро выходит уже новое подземелье, если оно еще не вышло. У меня еще пока что обнова 10.0, но я не думаю, что в обнове 11 как-то изменится механизм сапп-колоды, поэтому будьте внимательны, пожалуйста, всегда. Не выпускайте крипов, демонов под босса. Мониторьте линию, потому что бывает так, что когда на высоких волнах выходит знаменосец, и сапп начинает, не глядя, спавнить демонов, и эта веселая толпа проходит, забирая часть урона у фанатиков на себя, и проходит какой-нибудь знаменосец, который и так режет крит. Поэтому будьте всегда внимательны, следите за столом, не аппайте стол, пока стол не будет выставлен, пока вы не увидите, что стоит четное количество статуй, что есть все саппы в виде палача того же, или бомбера, или химика. Не аппайте никогда шаманов просто так в начале, в самом старте игры, когда вы их увидели. Потерпите, подождите. Ну, минуты две роли особо сильно не сыграют. Не творите дичь. Это вот мое прям вот напутствие всем людям, которые играют на саппах. И, в принципе, мы дошли уже до 60-й волны. Количество маны у саппа не меняется, у него все в порядке в пределах 20 тысяч. У меня уже 160 тысяч. Напомню, что у фанатиков идет увеличение урона от количества маны. Во два раза урон увеличивается, когда у фанатика тысяча маны. Ну, не у фанатика, а у вас, собственно. При наличии тысячи маны урон у фанатиков увеличивается. урона фанатик увеличивается в два раза когда у вас 1000 маны урон фанатик увеличивается в два стены раза когда у вас 10000 маны урон фанатик увеличивается в три раза когда у вас 60000 маны причем увеличение урона идет не по щелчку что вот у вас порог перешел хлоп урон вырос вырос что такое так вот урон растет линейно также с увеличением маны то есть потихонечку он все больше и больше и как бы урон в два с половиной я думаю будет где-то там на полумиллионах маны на 200 тысячах урону фанатиков даже если не два с половиной то 2 и 2 3 2 извиняюсь запутался в цифрах уже все сегодня видимо не мой день так вот чем больше маны тем больше урона и на 70 волне усопа но уже чуть поменьше у него уже призыв дороже у него уже 10000 маны но он сейчас начинает снова призывать начинает вот начинает призывать демонов и при том что призыв сейчас стоит у него две двести две триста а первый демон дает там полторы тысячи поэтому уже да он уже проседает чуть-чуть по мане но из-за большого количества пешек на столе он уже делает максимальное количество демонов что у меня он уже запал поэтому он просто бустит могу себе и мне поэтому на 78 волне 87 мы имеем удд 265 тысяч маны что очень собственно неплохо самое обидное что именно боссы и простые крипы разлетаются от фанатиков на 1 2 а именно знаменосцы портят всю малину и просто режут весь тот космический урон который у нас есть но вот 80 волн плюс у сапа уже опять-таки просе проседания по мане но он не опускается ниже десятки в запасе там может чуть чуть меньше у меня же уже почти 300 то есть сами видите играть сапом тоже нужно уметь оказывается то не просто пешечки соединять поэтому всегда еще раз говорю будьте внимательны как вы играете осталось уже буквально чуть-чуть пару волн поэтому если вам было интересно и понравилось то подписывайтесь на канал ставьте лайк прожимаете лайки я буду хотя бы знать что стараюсь не просто так ну и быстренько по шмоту у dd должна быть куртка на маму для саппорта у саппорта должно быть посох на маму ну и куртка сапа это все что угодно можно ускорение урона дпс увеличение скоростью можно увеличение урона можно увеличение крита то есть как хотите но на этом все всем было склонного рандома и богатого дропа с вами был сварок удачи как есть Продолжение следует...